это чё такое крым мазер парафоник аналог семимодуляр синтезатор with dual 3340 висе ос мультимод висе f2 adsr delay and overdrive circuit еврорег формат просто вообще все в одном вот это название тесно какой основной ключ для этого запроса всем привет я рад приветствовал себя на канале если вы еще не подписались обязательно сделайте это потому что мой канал посвящен синтезатором электронной музыки если вам это интересно обязательно подпишитесь сегодня у меня в гостях беринджер нейтрон этот беринджер немного кастомный вы видите накладка у него в стиле мукран мазер и да кстати если вы еще ни разу не кастом или свои синтезаторы вот пожалуйста вам идея для вдохновения и тянут бумажная исходя из названия нейтрон включает в себя вообще очень много функций которые просто можно было только впихнуть в такой компактный синтезатор блин что-то ветрено пойдем студию пока я подключаю синтезатор вы можете пойти и подписаться на канал телеграме который посвящен синтезатором и моему каналу ну точнее там есть мой канал а есть группа в которой вы можете общаться и друг другу рассказывать какие-то полезные вещи а также делиться информацией например сейчас там поднята тема вашего любимого устройства из вашего сетапа что является центром вашей студии без чего вы не могли бы создавать музыку ну и также я приглашаю вас пройти по ссылке где вы можете задать мне какой-то вопрос оставить там донат и в одном из своих видео посвящены вопросам и ответам я буду отвечать на ваш вопрос далеко не секрет что компания берлингер создает копии всех известных синтезаторов но почти всех за очень дешево но их звук конечно оставляет сомневаться многих пользователей и меня в том числе у меня был лишь один берлингер это был td3 он на самом деле звучал здорово я продал его просто потому что оптимизировал сетап и там вышла вторая версия его продал но звук мне его нравился берлингер нейтрон является разработкой компании берлингер они его не копировали ниоткуда и как мне кажется они попытались сделать максимально синт в котором есть все за небольшую стоимость для того чтобы люди могли получить много функций и наслаждаться результатом и собрали его на крутых осцилляторах которые использовались в различных инструментах популярных инструментах которые выпускались ранее это аналоговый осциллятор и здесь их два и здесь есть парафоник режим когда вы можете использовать один осциллятор отдельно от другого и такая некая искусственная полифония но полифонии с двух голосов но тем не менее здесь это присутствует это интересно регулируется это посредством вот этой кнопки сами осцилляторы имеют управление по высоте вот здесь микшер между двумя осцилляторами и также он имеет возможность изменять форму волны присутствует фильтр его блок находится здесь он мульти режимный можно переключать здесь есть две огибающие это одна огибающая 2 огибающие для фильтра уровень их модуляции здесь есть но из генератор здесь есть и лфу лфо цифровой можно переключить волны вот их тут раз два три 4 5 самое интересное для обогащения вашего звука здесь есть овердрайв и дилей здесь есть некоторые прикольные штуки такие как sample and hold что-то типа рендом генератора здесь слив лимитер такой есть эта штука которая позволяет делать плавные в порта глайд вот здесь написано до аттенюаторы которые позволяют регулировать напряжение то есть ну как бы как как много напряжения будет подаваться на тот или иной параметр общий микшер миди разъем вход и такая патч панель из 32 входов есть есть вот здесь входы а здесь выходы точнее 32 входов и выходов ну и сзади есть полноценные выходы на 63 вход есть есть миди true есть по моему громкость регулируемая для наушников и юсби поскольку это 7 модулярный аналоговый синтезатор это означает что модули которые здесь присутствуют уже скоммутированы своим роутингом внутри но также вы можете перенаправлять их с помощью вот этой патч панели оригинальный фейсплейт этого синтезатора красный вы наверняка его видели многие его хейтит но не знаю я не вижу в нем ничего плохого за исключением того что там графика сама может быть не очень красиво но так красный цвет здорово выглядит но например вот такой фейсплейт он позволяет разграничить эти модули отдельно также вот на патч панели эти цвета подкрашены до что понимать что вот например фильтр оранжевый вот про фильтр до история вот например осцилляторы синий вот осцилляторы лфо это удобно этот фейсплейт получился в стиле гринмазер напишите комментариях нравится вам такой или оригинал вам больше нравится давайте сейчас послушаем как звучат осцилляторы фильтры я подал на него секвенцию и покажу вам примерно звук этого синтезатора и так мы слышим один осциллятор кстати здорово что шейп то есть волну можно переключать плавно оставим здесь сайн добавим второй осциллятор и поменяем волну здесь можно переключить какой разброс будет у осциллятора ну или быстренько поднять его сейчас они у меня синхронизированы вот этой кнопкой и поэтому как бы мы не настроили все будет более-менее звучать хорошо но если мы отключим то мы можем добиться каких-то отональных результатов здесь есть но из она не уйдет у слова до модуляция фильтр добавим огибающую и на фильтр вверх уже был добавлен я не отключил его но сейчас я уберу его overdrive тут именно не дисторшина out overdrive такой приятные гармоники добавляет и теперь послушаем как звучит дилей и и и и и и и и и что я могу сказать про звук этого синтезатора он в принципе приличный то есть он звучит конечно современно если сравнивать с какими-то аналоговыми старинными синтезаторами то он немного кристаллизе он что ли хотя overdrive на самом деле позволяет добавить какие-то гармоник интересных и даже уникальных думаю что проблемы с тем что он какой-то не жирный или какой-то там не аналоговый нету единственное что вот она современен какой-то кристаллизацией хочется порассуждать на тему звука этого синтезатора и звука дорогих синтезаторов которые мы можем приобрести по моему мнению дорогие аналоговые старые синтезаторы помимо того что звучат как-то винтажно не строят и у них характерный звук из-за старых компонентов у них также есть свой характер звучания например там мук звучит как мук тб-303 звучит как тб-303 синтез звучит как синтез шин сэй что один там ролл звучит как сэй что один и когда вы покупаете это устройство у вас в принципе уже появляется звук песни там которые вы слышали когда-то и вам ничего не остается кроме как придумать мелодию и вы уже практически звучите также я не говорю сейчас там про обработку которая также важна динамической обработкой мастинг это все очень важно но те тем бы которые нравится когда мы выбираем синтезатор мы скорее всего апеллируем к музыке которая нам тоже нравится если подойти с толком к синтезатору который может многое то скорее всего у вас получится сделать звук тб-303 на любом синтезаторы но по крайней мере похожий у вас получится сделать sincushion если в нем есть там м full-on hold у вас получится сделать мук если в нем есть несколько там жирных осциллятор которые можно расстроить там или noise, например, да, который дает такое характерное звучание, вот Green Mother, например. Если осцилляторы аналоговые, как заверяет производитель, здесь 3340 стоит осциллятор, который использовался во многих синтезаторах, то можно попробовать даже сымитировать звук SH-101. Если, например, попробовать решить проблему следующим образом, купить синтезатор, который может многое, и накрутить на нем те самые звуки, я думаю, что вы добьетесь интересных результатов, и мало кто вообще заметит оригинальный, там, TB-303 у вас, или, там, Syncussion какой-нибудь у вас в диско-треке, или, например, у вас, там, богатый звук Muga. Главное подойти к этому как с технической стороны, так и с практической, более креативно и добиться интересных результатов. Этот синт уникален тем, что в нем реально очень много чего есть. Вот так звучат пару осцилляторов, которые абсолютно открытые, и их звук напоминает, не знаю, просто аналоговый синтезатор с двумя осцилляторами, которые немного расстроены по отношению друг к другу. Какой-то ACID тоже можно на нем накрутить, и приблизиться к ROND-303 также можно попробовать благодаря фильтру, который здесь есть, и резонансу. Ну а если добавить какого-то пространственного эффекта, например, дилея, который здесь присутствует, то звук становится более интересным и более комплексным. Однажды я загорелся приобрести себе синт-кушен. Это такой инструмент 70-х годов, который был создан компанией Pearl. Конечно, оригинал достать очень сложно, но не так давно была возможность купить интересные клоны, которые создавались вручную интересными людьми. Их, по-моему, было два. Один в Швеции, другой в Британии. Такой синт я себе собрал. Его фишка заключается в том, что это перкуссионный модуль, условно, который посредством Sample & Hold может делать хаотичные такие ритмы. Пиу-пиу, знаете, да, это в диско было популярно в свое время, но потом это быстро перекрочевало в техно. Поскольку здесь есть модуль Sample & Hold, и с помощью патч-панели я направил его на расстройку осцилляторов, ну и сделал что-то похожее на синт-кушен. В одном из своих джемов, в восьмом, я использовал секвенцию с Moog Grand Mother. Мне очень понравился звук, который получился. Настолько меня сильно вдохновил аналоговость этого звучания, что я решил записать с ним джем. Посмотрите его обязательно. И сейчас на этот синтезатор я подам ту же миди-дорожку и попробую приблизиться по звучанию к звучанию Moog Grand Mother. А вы сравните, похоже или нет? Музыка Музыка Когда компания Behringer начала создавать много клонов, она, кажется, себя обрекла на то, что люди всегда будут их синтезатор сравнивать с оригиналом и пытаться сделать что-то такое, как звучат оригинальные синтезаторы. Но на самом деле у этого синтезатора есть и своя особенность. Музыка В этом патче я покажу, что у меня получилось. Исходя из каких-то интуитивных настроек, я просто погрузился в синтезатор, использовал дилей, овердрайвы, я использовал LFO как envelope follower. То есть я попробовал подать... Здесь есть такая прикольная штука, когда можно использовать MIDI-gate, то есть подается триггер с MIDI-секвенсора. Я подал его на LFO для того, чтобы волна запускалась в этот момент. И это LFO управляло фильтром. То есть получается такой envelope follower для фильтра. Мне очень нравится такое звучание. Это сродни какой-то хаос музыки, когда фильтруется пинок основной именно с сэмплов. И это лично нравится мне, поэтому я использовал в этом патче также. Я использовал noise, огибающий настроил по-разному. Sample and Hold я подал на смену волны для второго осциллятора и с помощью дилея добился интересного грува. Этот луп я записал, вы его послушайте, а потом когда-нибудь я обязательно сниму джем, наверное, с этим лупом. По моему мнению, самостоятельность звука у этого синтезатора присутствует. Здесь присутствует также характерный overdrive и дилей, который этому синтезатору дает возможность становиться как похоже на что-то, так и иметь собственный звук. Если этот синтезатор отключить от MIDI, который подается на него, то его можно также патчить. Например, LFO может стать основным триггером. Ну да, кстати, триггера тут сильно не хватает. Либо Sample and Hold может стать триггером. И вы можете запустить этот синтезатор и сделать какой-то интересный патч. Если опираться на музыку, которая создавалась пионерами электронной музыки, то в тот момент люди хотели уйти от стандартных классических нот, от каких-то привычных тембров и музыкальности, наверное, даже. Они хотели искать новые возможности, они хотели раскрывать музыку с другой стороны, играли тембрами, управляли звуком с помощью каких-то логических модулей. И там не было, конечно же, клавиатуры. Неплохо было бы, если в этом синтезаторе присутствовал бы какой-то клок, потому что клок приходится расходовать либо LFO, либо Sample and Hold. По крайней мере, за то время, пока я работал с этим устройством, я не понял, как раздобыть тут еще клок внутри этого синтезатора. Еще хочется пофилософствовать на тему секвенции. Каждый раз, когда я пускаю в свой Eurorack какую-то секвенцию посредством MIDI, то модульный синтезатор становится какой-то дешевкой. Вся особенность модульного синтеза заключается в том, что модули можно коммутировать очень интересно и добиваться каких-то немузыкальных результатов, каких-то логических партий, которые звучат не как стандартная музыка, условно повторяющиеся ноты там, или, может быть, не повторяющиеся, но тем не менее ноты. Поэтому, если вы покупаете себе модуль-синтезатор только для звука, то я думаю, что вам подойдет не обязательно модульный синтезатор. А если вы хотите экспериментов в плане аранжировки, тогда вы кидываете свой MIDI себе модуль или просто не думаете о его покупке. Мысль о том, что вы можете отойти от привычного субтрактивного синтеза посредством модульных синтезаторов, меня на самом деле очень радует. И именно поэтому у меня в студии есть модуляр. А не потому, что там какой-то уникальный звук, ну или что-то типа того, а именно возможности по выстроению какой-то интересной логической цепочки, а также по поиску каких-то интересных тонов и тембров. Ну что же, давайте поговорим о плюсах этого синтезатора. Для меня оказался большим плюсом здесь наличие ноиза. Я люблю ноиз. Мне понравился звук, он очень мягкий. У LFO есть возможность быть envelope follower. Для меня это просто супер. Overdrive мне понравился, то, что он обогащает. Delay делает этот синтезатор нескучным, то есть вам в принципе не нужна никакая-то педаль. Sample & Hold раскрывает возможность этого синтезатора в сторону экспериментальной музыки. Ну и его размер, он очень компактный. Я забыл сказать, что вы можете выкрутить его и использовать в вашей Eurorack-системе. Формат у него, по-моему, 84 HP. Это такой стандартный формат. REC есть еще 104 HP, популярный среди Eurorack-форматов, а REC именно 84 HP. Он вообще не тяжелый. Кейс, кстати, также можно использовать для ваших модулей, если вы хотите. Я не уверен, есть ли там рельсы в нем, но, в крайнем случае, да думаю, есть, раз вот они. Теперь поговорим о минусах. Технический минус для меня оказался здесь отсутствием клоков, который должен был быть, наверное, здесь. Ну, я думаю, что во многих синтезаторах его нет. Но если бы здесь был бы клок-генератор какой-то, да, например, то это бы, конечно, увеличило возможность этого синтезатора во многое. Потому что вам не нужно было бы подавать клок из других устройств. Каким-то простым арпеджиратором и секвенсором тоже было бы классно его наделить. Хотя бы, например, как в MOOC Grandmother. Также не очень круто здесь устроены ручки осцилляторов. То есть, если вы потащите его куда-то на концерт, то настройку этих осцилляторов вы легко собьете. И потеряете тот строй, который вам нужен. Ну, если это, конечно, не экспериментальная музыка, если вы хотите пускать секвенции. В идеале, конечно, иметь эти осцилляторы какой-то с фиксированной жесткостью. Например, как так же в MOOC есть, да, вот фиксация этих осцилляторов. Ну и мне не хватило тут, конечно, на фильтре. Может быть, да, наверное, можно переставить вот так на фильтр. Короче, я вот так, наверное, кнопку бы на фильтр переставил. Потому что привычно видеть именно на котов вот такую большую кнопочку. Также к минусам я бы хотел бы все-таки отнести, наверное, то, что этот синтезатор принадлежит Behringer. Все-таки Behringer, на самом деле, он является с не очень хорошей репутацией брендом. Особенно микшеры, которые у него были раньше. Очень сложно, на самом деле, было переубедить многих людей пользоваться Behringer, даже когда они начали создавать клоны. Репутация Behringer подпорчена. Когда вы купите такой синт, понятно, что новичку, который не желает потратить, например, большую сумму на простой синтезатор другой компании, это будет очень крутой синт. Но вы обязательно будете в таком случае куда-то расти. Вам захочется купить что-то еще. Ну, типа, будет ощущение того, что вот у меня, типа, Behringer недорогой какой-то есть там. Но на самом деле этот синт звучит очень круто. И у него есть возможности здоровские делать любую музыку. Но все же какая-то негативная репутация Behringer присутствует. И, скорее всего, внутри себя вы будете чувствовать ощущение того, что у вас какой-то не совсем полноценный синт. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Но, по крайней мере, у меня есть такое ощущение. Я абсолютно уверен, что этот синтезатор может стать единственным синтезатором в вашей студии. Потому что аналоговые тембры из него можно добывать. Какие-то интересные с помощью ввердрайва и дилея получать грувы. С помощью патч-панели можно делать интересные модуляции, чтобы вам было не скучно. И если изучить его глубоко и разбираться в этом, то вам не будет скучно. Все модули довольно просты. И использовать их понятно и удобно, если вы знаете базовый какой-то субтрактивный синтез. Я бы посоветовал этот синтезатор, на самом деле, вообще многим людям. Самое главное, это знать, какой звук вы хотите получить. Если вы хотите просто экспериментировать, и у вас нет цели, ну, по сути, вы и добьетесь результата какой-то бесцельный. Если вы хотите, например, создать звук какой-то специальный, который использовался в каком-то вашем любимом треке, и вы хотите вдохновиться этим, все в ваших руках. Вы можете сделать это даже на этом синтезаторе. Да, у этого синтезатора звучание немного современное, оно такое кристальное, но с помощью каких-то ухудшайзеров или, может быть, какого-то лофай-фильтр вам поможет для этого. Запись на пленку, кстати, пожалуйста, также может его расстроить. Все разные способы могут добиваться интересных результатов. И это ваш путь, который приведет вас в итоге к уникальному звучанию. Но в качестве основного аналогового синтезатора вашей студии, я думаю, что это устройство может подойти. И я бы, наверное, рекомендовал его, конечно. Большое спасибо всем, кто смотрел мое видео. Подпишитесь, если вы еще не подписались. И до скорой встречи, пока. Да клевый синт, на самом деле, нейтрон. Если бы такой синт продавался, когда я только начинал увлекаться синтезаторами, я бы, наверное, прыгал от счастья, потому что в нем все есть. Они всем угодили. Дилей туда добавили, овердрайв добавили. И хочешь тебе модуляр, берешь, коммутируешь, как хочешь его. И стендалон можно использовать по мини. Клевый синт.